Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре нож от компании Ганзо, модель G730. Собственно, это продолжение модели G729, которая была Ганзо Парамилля, так называемая. Но вот это вот 730 модель. Это та же Парамилля, но только не с Аксисом, как 729, а уже с лайнер луком. Ну, собственно, давайте смотреть. Поставляется в традиционной черной коробочке. На торце такой стикер G730OR. Это значит, что нож будет в оранжевом цвете. Вот такой внутри нож. Помимо того, там еще есть селькогельчик, целлофанчик, ну и, конечно же, такой цыганский кесет, я бы так это назвал, такой мешочек на манербанчевского. Но давайте, собственно, к ножу. Бывает данный нож в трех цветах. Это черный, оранжевый и зеленый. Скорее всего, потом добавятся еще другие цвета. Вероятнее всего, конечно же, КАМА. Собственно, давайте нож смотреть поближе. Вот такие вот рифления, которые также, как и многое другое, компания Ганзо успешно, скажем так, заимствует, вдохновляется другими производителями. Материал рукояти G10. В данном случае цвет оранжевый у нас идет. Все эти рифления нормально сделаны. Кстати, добавляют некоторые фактуры и цепкости у данного ножа. Мы видим, что рукоять, точнее плашки, соединены на двух винтах и осевом винте все под торкс. Осевой винтик, вот давайте так приблизим. Слегка у нас возвышается над плашкой. Это ощутимо руками, пальцем так, если пошуркаем, это ощущается. Немножко возвышается. В тыльнике есть отверстие под темляк. В нормальном месте удобно будет прицепить. Клипса у нас четырехпозиционная. У нее такая нормальная податливость. На кармане нож сидит вполне себе уверенно. В стоке у него идет модификация тип-даун, но клипса на четыре позиции. Можно вешать как угодно, левша-правша. Все реально, все удобно. Лайнеры идут стальные, полночки фигурные, грани на рукояти обработаны. По сути это та же самая модель 729, только добавлено вот эти вот интересные рифления. Убран аксис и поставлен лайнер-лог. Давайте собственно разбираться с замком и смотреть стало ли лучше, стало ли как-то иначе. Открываем нож. Вот такой вот клинок, точно такой же как на 729 модели. Но давайте к замочку. Замок лайнер-лог реализован, я вам так скажу, очень даже неплохо. Приходит у нас лайнер на первую треть пяты клинка. В оси, если мы присмотримся, мы увидим бронзу. Сам клинок реализован, по сведению, ну не очень, конечно, аккуратно. Но так и цена достаточно бюджетная. На лицевой стороне мы видим логотипчик Ганза, финиш клинка сатин, достаточно аккуратный сатин, такой слегка призеркаленный, я бы так сказал. Но подводы гуляют, конечно же, ширина подводов гуляет. То есть для тех, кого подобные вещи смущают, стоит конечно же выбирать при покупке из нескольких экземпляров. Но у меня такие вещи вообще не смущают. Нарез это никак, на мой взгляд, не влияет. Только лишь эстетика. Поэтому я вот не заморачиваюсь на этот счет. На оборотной стороне у нас, вот мы видим G730, в корне написано, и сталь 440С. Традиционная ганзовская сталь. Рифления имеются у нас на обушке. Все очень добротно. Попробуем пошатать клинок. Что там по люфтам у нас получается? Люфтов точка нет. Давайте проверим замок. Существует у компании Ганза проблема с замками. То есть, желательно при покупке проверять, если такая возможность есть. Ну вот, да, вы видите, я достаточно сильно побил. Никаких проблем. Нож как открывался, как и закрывается. Давайте еще раз попробуем. Ну, вы видите, да? Все в порядке. По удержанию сразу хочу сказать, что все очень достаточно удобно и добротно. Мне по удержанию очень нравится. Все очень похоже на оригинальную парамилю. И вот так вот держишь данный нож от Ганза. И приятно вполне. Ну, давайте будем что-то резать. Предлагаю начать с гофрокартона. Посмотрим, как наш тройной клин справится с этим. Я думаю, что все будет без проблем. Другое дело, что сведение ножа, кстати говоря, я намерил... Она немножко гуляет и намерил где-то 0,7-0,75. Вот такое. Вот не самое тонкое. Ну, какое есть. Давайте смотреть, как будет резать. В качестве тестового варианта вот такой вот кусок картона. Отодвинем досочку нашу и попробуем его спера построгать по диагонали. Ну, класс! Просто супер! Вертикально. Сейчас как раз досочка понадобится. Тоже проблем я не вижу. То есть все это работает. На ура! Не в пример многим не китайцам, которые, как говорится, резаками не являются. Но вот здесь мы видим, что сталь 440С и тройной клин даже с таким сведением вообще работают в комплексе очень даже резучее. Ну, что не может не радовать. Кстати, по поводу заточки могу сказать, что у меня экземпляр из коробки бреет. И это тоже, кстати, приятно. Часто бывают даже более именитых производителей из коробки не бреет и вообще там хочется переточить моментально. Но здесь не тот случай. Здесь все очень добротно в стоке. Давайте еще. Вот у меня есть кусок ремня всячески порезанный. Обычная ременная кожа. Четырехмиллиметровая носочная мягкая. Посмотрим, как будет здесь. Думаю, вообще попробуем построгать вот так вот его. Ну, вообще. Да, вы видите. Все это. Вот можно щепу настругивать из мелкой кожи. Теперь давайте шинковочку устроим. Вот так вот это все. Ну, в общем, без проблем это все происходит. Теперь давайте кожу помоднее возьмем. Помоднее значит чепрак 4 миллиметра растительного дубления. Мега твердый. Вот лично я для себя отметил, что вот по чепраку тест очень показательный в качестве резака. Не каждый нож может даже именитый похвастаться хорошими результатами здесь. Но знаю я одно, что когда здесь показывает себя нож хорошо, то по большинству тех материалов, с которыми я сталкиваюсь в жизни, он тоже показывает классные результаты, как резак. Давайте посмотрим, что будет здесь. Кстати, рабочая зона, да, при резине на досочке у нас. Смотрите, какая. Вот так вот. То есть достаточно обширная у нас. По сути от половины клинка вот тут начинается до самого кончика мы можем работать. Не задействован буквально самый корень. Это же очень неплохо. Часто бывают большие флиппера, да, мешают нам. Но здесь не тот случай. Давайте резать, посмотрим, что будет. Обычным пушем. Но прекрасно, шикарно. То есть здесь зачет однозначный. И это классный резачок. Супер. Ну и резательную часть давайте завершим вот строганием по сосновому бруску. Нож показал себе до этого очень хорошо. Посмотрим, что будет здесь. Вот здесь вот, несмотря на то, что у нас спуски клином, казалось бы, да, не самые удобные для подобного рода настругивания. Но они высокие. Они очень высокие от обуха. Что дает нам возможность хорошо строгать. При не самых удобных спусках для реза по дереву. Смотрите, как хорошо получается. Вообще. Очень даже добротно. Хотя заглубляется, безусловно. Но, тем не менее, ощущения очень приятные. Не строгает хорошо. Осталось нож взвесить. Давайте посмотрим, что нам покажут весы. Ну, вот мы видим 132 грамма. Собственно, столько же заявляет официальный сайт. Прям тютя в тютю. Для сравнения, оригинальная парамилля, кстати говоря, весит 108,5 грамм. Почему такая разница в весе? Все очень просто. Здесь вот, смотрите, такие толстенькие лайнеры. Напротив, как в оригинальной парамилле. Они тонкие. Ну, они вот так вот спрятаны внутрь. Но, они гораздо тоньше. Да, вот разбираю ее. Я смотрел на этот момент однозначно. Ну, давайте как-то резюмировать. Хотелось бы еще отметить цену ножа. Это вообще очень недорого. По нашим временам. 1300, 1400, 1500 рублей. За такой нож, я считаю, это очень и очень недорого. Потому что, если давайте даже мы опустим все вот эти вот, притязания в плане, ну, мол, Китай, не Китай и так далее, если мы предрассудки эти опустим, то как нож, как изделие, нож получился достойный. Мне очень нравится. Лично мое мнение, мне нравится этот нож больше, чем М729 модель. Хотя там, казалось бы, Axis Lock, но он не всегда идеальный, поверьте. И не такой надежный, как у Benchmade. Все-таки у Benchmade, ну, Axis есть Axis. У 729 модели все-таки не такой надежный. Но здесь мне очень нравится. По ощущениям, вы знаете, напоминает мне нож от Spider-ка, тех же, 122-й Spider-ка Тенейшес. Очень вот напоминает походу. Вот он из коробки, конечно, не имеет ни супер механику, но здесь буквально, я знаю, что нужно сделать. Полирнуть буквально шайбы. И добавить капельку смазки. И больше, чем уверен, все будет шикарно. Но и так, вы знаете, вот просто его гоняешь. Очень приятно. То есть, чувствуется, что нож буквально притирается. И все будет в скором времени очень даже достойно. То есть, нож, считаю, получился. Явных косяков, ну, если мы опустим ширину подводов, я тут не вижу. Самое главное, что режет он классно. То есть, как резак, нож получился супер. Рекомендую ли я его к покупке? Однозначно, да. Могу рекомендовать, потому что за свои деньги нож просто бомбезный. Ганза G730. Must have, я считаю, как бюджетный сегмент. Очень и очень хороший нож. Вот такой вот получился небольшой обзор. Ну, как сказать, делитесь впечатлениями в комментариях, если такая возможность у вас есть. С вами был Михаил. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Ну и до новых встреч. Пока.